Приветствую всех на своем канале Ната Кук, меня зовут Наталья. Вареники я давно не покупаю в магазине, а готовлю их дома. Домашние вареники самые вкусные. Тесто не трескается и нежное. Займемся приготовлением начинки. Картофель очистите и отварите в неподсоленной воде до готовности. Приготовьте пюре, не добавляя в картофель отвар. Грибы промойте и просушите бумажными полотенцами. Нарежьте на мелкие кубики. Лук также нарежьте мелкими кубиками. В раскаленной сковороде с растительным маслом обжарьте до полупрозрачного состояния лук. К луку добавьте измельченные грибы и обжаривайте на среднем огне, пока не испарится вся жидкость. Когда испарится вся жидкость из грибов, накройте сковороду крышкой, убавьте огонь на минимальный и протушите в течение 5 минут. Грибы готовы. Картофельное пюре соедините с грибами, добавьте по вкусу соль, черный перец, также можете добавить по вкусу сухой чеснок. Начинки дайте остыть. Приготовим тесто для вареников. В глубокую емкость всыпьте 500 грамм просеянной муки, добавьте 1 чайную ложку соли и все перемешайте. К муке добавьте 3 столовые ложки растительного масла. В муку вбейте 1 яйцо. Перемешайте все ингредиенты вилкой. Должна получиться легкая крошка. В муке сделайте углубление и влейте тонкой струйкой 320 миллилитров кипятка. Также можно использовать горячий картофельный отвар. Кипяток с мукой быстро замешайте ложкой и начните замешивать тесто. Я использую кипяток, так как на картофельном отваре тесто получается достаточно липким. Как только тесто взялось в комок, переложите его на рабочую поверхность и начните замес. Вымешивать тесто очень удобно на силиконовом коврике. Если коврика нет, тогда поверхность рабочего стола присыпьте хорошо мукой. В начале вымешивания тесто очень липкое. В процессе вымешивания я добавила еще 50 грамм муки. Всего у меня на тесто ушло 550 грамм муки. Мука разной плотности, поэтому ее может уйти немного больше, немного меньше. Вымешивайте тесто не меньше 10 минут. С тестом очень приятно работать, оно эластичное, мягкое и гладкое. Если после 5 минут вымешивания теста тесто еще очень сильно прилипает к рукам, добавьте еще муки, но не переборщите. Вымешиваем тесто, пока оно практически перестанет прилипать к рукам. Тесто должно получиться эластичным, однородным, мягким и практически не прилипать к рукам. Мое тесто слегка прилипает к рукам, но это не критично. Забивать мукой я его не стала. Тесто скатываем в шар и накрываем кухонным полотенцем, либо печеньем. Пищевой пленкой оставляем отдохнуть на 30 минут. Это нужно для того, чтобы тесто при раскатывании не собиралась обратно в комок. Тесто отдохнуло 30 минут, снимаем пухонное полотенце или пищевую пленку. Перед работой тесто нужно хорошо обмять. Тесто у меня получилось 890 грамм. Разделите тесто на 3 равные части. Каждый кусок теста скатайте в шар. Две части теста положите на тарелку. Обязательно тарелку притрусите мукой. Я этот шаг пропустила и тесто немного прилипло. Тарелку накройте пищевой пленкой, чтобы тесто не обетрилось. Приступаем к раскатке теста. Тесто руками обомните в лепешку. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 3 мм. Тесто удобно раскатывать, оно эластичное и мягкое. Вот такой толщины должно получиться тесто. У меня примерно 3-5 мм толщина. Стаканом или тесто резкой, что у вас есть под рукой, вырежите заготовки. Я делаю крупные заготовки, мне нравятся крупные вареники, их удобнее лепить. Соберите обрезки и скатайте в шар, положите под пищевую пленку. Потом их можно раскатать и снова вырезать заготовки. Так как заготовки слегка прилипли к коврику, я их поддеваю пластиковой лопаткой. Также это можно сделать ножом. Начинку будем выкладывать на ту сторону, которая липнет. Начинку выкладываем в достаточном количестве, чтобы было и немного, и немало. И удобно было лепить вареник. Начинку слегка прижимаем и складываем пополам заготовку. Защипываем хорошо края. Пальцы я слегка обмакиваю мукой, чтобы было удобно работать с тестом. После того, как края защипнули, я формирую ободок на вареники. Также можно обойтись и без ободка. Вареники выкладываем на деревянную доску, припыленную мукой, не вплотную, чтобы они не слиплись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока вареники будут стоять в морозилке, мы приготовим карамелизированный лук. Готовить его очень просто и быстро. Берем 3 луковицы, нарезаем их на кубики, но не очень мелко, либо на полукольца. Нарезанный лук выкладываем в пластиковый контейнер, добавляем 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Накрываем контейнер крышкой и хорошо трусим его, чтобы луковички все отделились. К луку добавляем 4 чайные ложки муки. Накрываем контейнер и хорошо трусим его, чтобы каждая луковичка была в муке. Сотейник хорошо разогреваем, выкладываем 3-4 столовые ложки растительного масла. Закладываем туда лук и постоянно помешивая на среднем огне, обжариваем его до темно-золотистого цвета. Готовый лук выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло и даем луку остыть. Теперь можно отварить вкусные домашние вареники. Кастрюлю я беру большую, наливаю туда 2 литра воды. На 2 литра воды у меня ходит 1 столовая ложка соли. Также я добавляю туда лавровый лист и черный перец кружочком. Когда вода закипела, я делаю воронку и закладываю туда вареники. Когда вареники все положили в воду, перемешайте, чтобы они не слиплись. Вареники варим в течение 5-7 минут после закипания. Вареники готовые всплывают наверх и у них полупрозрачное на вид тесто. В готовые домашние вареники добавьте сливочное или топленое масло и посыпьте карамелизированным луком. Также добавьте сметану по желанию. Тесто получается очень вкусным и очень нежным, и оно не трескается. Домашние вареники шикарные, очень советую вам приготовить. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем здоровья и хорошего настроения! До новых встреч на канале Ната Кук!